Миллион кубических метров отходов и это только за 6 месяцев. Об итогах предварительной работы за полгода отчитываются специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусорная реформа в стране началась в июле 2017-го. И наш регион один из первых, кто обкатывает эту систему. Сверхзадача легализовать отрасль, построить мусороперерабатывающие и утилизационные объекты. Приступив к работе, специалисты-рекоператоры тщательно обследовали вверенную территорию. Нашли 340 стихийных свалок. Большую часть ликвидировали, остальные на очереди. Мы четко направляем уведомления собственника земельного участка и контролируем. Если собственник убрал собственную силу, значит мы опять вставляем акты, что данные свалки отсутствуют. Если собственник не убирает, соответственно убирается силами рекоператора. Головной болью по-прежнему остается частный сектор. Там люди не привыкли платить за вывоз мусора. Подкидывали по привычке соседям в контейнеры при многоквартирных домах. Сейчас эта схема уже не сработает. В регионе открыты специальные пункты по выдаче мусорных мешков для жителей частного сектора. За полгода поток желающих получить пакеты для отходов значительно увеличился. Нужно принести с собой квитанцию и в принципе все больше ничего не надо. Приходит человек, расписку дает, что он получил количество мешков, выдаем на три месяца сейчас. По четыре мешка на человека в квитанции в месяц. Наладили специалисты рекоператора график вывоза мусора. Контейнеры освобождают каждый день. Устаревшие баки меняют. Закуплено две тысячи новеньких. Ждут своей очереди на установку. Времени, чтобы привыкнуть к новой системе, оказалось нужно немного. Остывает и горячая линия рекоператора. Трудится на ней по-прежнему пять сотрудников. Но на каждого приходится около трех сотен звонков в день, что почти вдвое меньше, чем раньше. Тематика звонков разная. Сначала была очень такая, скажем, более информационная. Потому что ни законов жители не знали, ни оплата, ни как это будет происходить, ни графиков вывозов. Сейчас тематика немножко поменялась. Интересуют в основном по оплате. Потому что у многих есть не одно жилье, а собственность разная. Парк мусоровозов тоже обновили. Приобрели 20 новых машин. Всего, к слову, по областному центру курсирует 47 единиц техники. В частном секторе работают легкие авто, которые не смогут нанести вреда дорожному покрытию. Каждый автомобиль оснащен системой ГЛОНАСС. Можно отследить, все ли контейнеры по пути следования собрала машина, по тому ли пути ехала. Большая работа была проведена с управляющими компаниями. Потом большая работа была проведена по заключению и продолжается на сегодняшний день по заключению договоров с юридическими лицами. Особенно нам помогло сейчас изменение нового законодательства. Это 44 ФССР, где рекоператор является единственным поставщиком. Это облегчило нам работу на 2018 год заключать с бюджетными организациями договора. Между тем, прокуратура и региональные чиновники продолжают выяснять обоснованность начисляемого тарифа за вывоз мусора. Надзорное ведомство считает, что платим много власти, что в самый раз. Чья победит, покажет время. А пока на региональном операторе эти разбирательства сказываются негативно. Люди и так настороженно относятся к работе структуры, а теперь и вовсе не доверяют. Как итог, невысокая собираемость средств по квитанциям за услугу. Около 70%. Спасибо. 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 Спасибо.